Меня зовут Ирма, я администра, это белорусский свечок. Я работаю в Бездэон, в белорусском стартапе Бодскейт. Собственно, занимаюсь родителем бизнеса, ищу новых клиентов, партнеров, инвесторов. На мне властно весят продажи продукта, выстраиваю мне бренды компании, поддерживаю клиентов, естественно, поиск новых возможностей для команды. В прошлом я разработчик, баловалась с Ruby, Python, даже ненадолго связала себя с DevOps, но поиски себя закончились ровно в тот момент, когда я поняла, что могу не только в код, но и в бизнес тоже. Давайте я вам сейчас расширю экран из презентации, расскажу немного о продукт, чтобы вы понимали, что я не просто так здесь. У нас в результате будет окей. Сейчас скажешь, что мне как там по слабим, нормально ли они их видно? Ну, кампунь. О, уж этот белорусский интернет. Пока у нас вот так видно. Ну да, они, к сожалению, блин. О, отлично, видно сейчас, да? Сейчас задержка пройдет, и, наверное, да, все видно классно. Отлично. В общем, чем вы занимаетесь? Мы делаем расширение для онлайн-магазина, которое реализует one-to-one personalization escape. Более простыми словами, оно помогает создавать мостик между магазином и его клиентами, стараясь как можно больше посетителей превращать в потенциальных покупателей. За счет искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения мы помогаем оптимизировать ворота продаж. Вообще, это чат-бот. Но, прописав эту идею нескольким инвесторам, мы дружно подчеркнули, что такая подача продукта, и вот ее лучше использовать никогда. Почему так получается? Чат-ботов как-то камин. Вот кто-нибудь из вас в зале может сказать своими словами, что такое чат-бот, не ссылаясь на интернет-источник? Вот. Своими словами. Микрофон, можно никого не найти? Программа для выкидывания случайных фраз. Так, и шо? Мы берем дополнительную минуту. В общем, скорее всего, это программа, которая умеет понимать то, что спрашивает у нее человек, и почти всегда отвечать относительно вменяемо на вопросы человека или на реплики его. Отлично. Мне очень нравится этот век. Можно там какую-нибудь плюшку этому человеку дать, потому что своими словами это объяснил просто как отблога. Потому что если мы сейчас начнем гуглить, допустим, chatbot mini, вот в Википедии выскочило примерно вот это. A computer program designed to simulate a conversation with human users especially over the internet. Да, именно так и есть, потому что это симуляция общения. Но я почувствую здесь слово общение. Сейчас это хайпинг стала обзываться conversational UI. Потому что, давайте честно, история чат-ботов началась два года назад, но пять лет, а не десять лет тому. Если входить в какую-нибудь историческую вставку, то началось это еще в 60-х годах. Профессор из НИТа, если я правильно помню, его имя Джозеф Байтсенбаум, он разработал Элизу. Это был первый чат-бот вообще в мире, который мог взаимодействовать с людьми как психотерапевт. То есть он использовал, естественно, какой-то скрипт, который мог распознать определенные паттерны, ключевые слова, чтобы, скажем так, задавать наводящие вопросы человеку. Но давайте возьмемся в настоящее. И то, что последние два года набирает обороты, это, естественно, самый искусственный интеллект. И ребята, которые перешли на дип-левел-магаритмы. То есть машина обучения стала делать чат-ботов more human, нежели это было раньше. Данная формула была придумана тоже около двух лет назад. Так почему же хайп отзывается до сих пор? Все ударили сделать чат-ботов. Все разобрались в API. Все поняли принцип работы и превратили разработку чат-ботов в конвейер. Голосовые интерфейсы тоже хайп подхватят, но об этом похоже. Сейчас только линия студентами приласит на стороне чат-ботов. У нас в Минске куда, простите, не плю, все чат-ботов-разработчики. Дальше программа. Сами голосовые интерфейсы. Формулу вы видите на экране. Разве сегодня пришли сюда, кто наверняка знаком с такими устройствами, как Amazon Alexa и Google Home. Ну или, по крайней мере, что они слышали или читали. Какие возможности они принесли в мире? Они превратили conversational UI, voice UI. Alexa создала свою лоду для разработчиков в виде скиллз, которые теперь только в коне может уже запиливать. Это привет предыдущему спикеру, который наверняка он заливал про инструмент, который помогает создавать скиллы для лекции, не имея при этом навыки программирования. Мне очень было бы интересно спросить у него про монетизацию, но я думаю, может быть, если вы ему задавали вопросы, у вас этот вопрос тоже возник. В Google Home тоже существуют свои скиллы под названием Action. Буквально я вчера смотрела апдейты с шаблонами для создания скиллов, и, насколько я поняла, там есть некоторые паттерны, для которых навыки программирования тоже не требуются. Хотя я не могу ошибаться, извиняйте за косяк, просто я больше следую за продуктами Амазона. Так вот, голосовые интерфейсы, в принципе, ничем не отличаются от Chibot, потому что они воспроизводят выполненный алгоритм. Ну, как бы я так красиво придумал. Профессиональная озвучка персональных ассистентов или многобюджетная версия техподдержки. Ну, слушайте, я много могу придумать разных слов к этому. Просто такое решение, такая модель подачи продукта, она работает не для каждого бизнеса. Я по этому поводу написала целую колонку на Medium, и это, ну, достаточно обширная тема. Я всем тем, кто пришел, отправлю вместе с презентацией ссылку на эту колонну. Потому что если мы в ближайшем будущем, я не знаю, завтра, чем в месяц или через год, наверное, делать классовый интерфейс, нам все равно нужно понять, стоит ли ботам от того. Так, чтобы на этом не задержаться, поедем дальше. Ну, вот у нас есть Chibot. Вот у нас есть крутая команда, которого эта Chibot запилила. Что мы получили на выпуск? Ахерерный продукт. Это вот просто новый Facebook, следующий Google, и вообще мы заработаем столько денег, что его на вас не снилось. Таковы в основном остальные стартапы. Люди, которые только что сделали боты, а в голове уже нарисовали жизнь под радугой и с миллионами в кармане. Хочу вас разочаровать, но как-то реально это не совпадает. Потому что главный вопрос, возникающий на пятый старт и продаж продукта, а где, собственно, брать клиента? И кто вообще эти клиенты? Кому это решение может быть интересно? Большинство этими вопросами не задаются. Из-за чего многие Chibot отправляются на виртуальную свалку. Я специально для вас подобрала горячие вопросы, на которые кто-то ответит прежде, чем начинать продавать. Кто, собственно, на вашей OCP? Знаете ли вы свой целевой... Блин, это вот как сложно говорить в английском, когда ты постоянно говоришь на английском. Так. Каковы основные боли у ваших кастомеров? Нравится ли вашим клиентам этот продукт? И насколько хороши вы как команда? Итак, кто ваш OCP? OCP – это отдел customer profile. То есть, может быть, идеальных людей не бывает, но найти идеалы среди клиентов вполне реально. Осмотрим, например, на примере наших идеалов. Так как мы работаем в слайд-магазинах, нам очень интересна такая индустрия, как юбилитка на американском рынке. Там выбирается несколько вертикалей. Допустим, ожерелье, серьги, браслеты. Там можно включить размер компании. Знаете, кому-то достаточно достичь компания, а кто-то хочет, чтобы это был какой-нибудь IT-гигант. Или, в принципе, просто компания-гигант. Это тоже должно все учитываться. Еще можно включить ритм посещаемости сайта на Alexa. Это все гуглится, проверяется. Если нужны какие-то дополнительные ответы, мне я тоже это все пришлю потом. Но не забывайте о том, что нам нужно продавать это как чат-бот, который интегрирован с Facebook-мессенджером. Я сейчас говорю именно про наш продукт, потому что он имеет интеграцию пока только с мессенджером. И для нас пока минимальным условием стоит иметь около 10 тысяч подписчиков у аккаунта, который привязан к самому магазину. Но, помимо всего этого, важно достучаться до самой компании, то есть представительства этого магазина. И это не просто пингнуть их по почте, что указано у них на сайте, а нужно постараться, чтобы найти те самые контакты человека из этой компании, которые ваше решение может заинтересовать. В нашем случае это продажники, маркетологи и сами владельцы магазина. Писать там, я не знаю, всяким SEO, техническим директором, операционным директором HR, ну, это не работает. Во-первых, там всякие вице-президенты, они не смотрят почту. А продажники, они постоянно проверяют. И как бы мы уже много раз пробовали, разным людям писали, и пока не нашли своих decision-makers, мы не поняли, кому писать и как писать эти письма. Поэтому над этим очень надо хорошо подумать, прежде чем начинать продажа. Теперь давайте поговорим про себе урбина. Его тоже нужно изучить, так как наше решение имеет интеграцию с магазинами на платформе Маджета. Мы узнали, насколько велик сам рынок, и какие платформы мы можем инвестировать в будущем, чтобы занять большую половину рынка в электронной торговле. Вам нужно понимать аудиторию, для которой Вы делаете свои решения. И видеть пути развития в той индустрии, на которой отвечает именно техническая сторона вашего чаблока. Так, дальше. На примере с отдел картного профиля, там внизу упоминались боли клиентов. Не знаю, успели Вы их прочитать или нет. Я возвращаться к Хирикуду объясню своими словами. Боль всегда вытекает из самой проблемы, которую Вы решаете для клиентов. Может быть, одна большая боль с несколькими истоками. Давайте назовем их синяки. Синяки периодически появляются у ваших клиентов, если Вы плохо анализируете основную проблему или вовсе не решаете ее до конца. Тут самое главное будет диалог с клиентом. И очень хорошо помогает техподдержка. Потому что некоторые стартапы занимаются ей сами. Я тоже отвечаю к нашим клиентам сама, но попутно я изучаю ряд проблем, с которыми они сталкиваются, начиная с установки нашего расширения, используя ее во время реального периода, какие интеракшены они делают на сайте, пока делают перезаказы после нашего решения. Это все нужно оценивать. И понимать, кто у Вас специальный клиент, а кто у меня. И всего ранее сказать, на одной всплывает вопрос. А нравится ли Вашим клиентам продукт? Он может быть чертовски хорош, но только с технологической стороны. А, допустим, UIX может не устраивать. И если на это не обращают внимание, клиенты будут уходить. Если у Вас нет стресс нанять, я не знаю, разработчиков, дизайнеров и так далее, пишите в письмах своим клиентам туториалы о том, как пользоваться Вашим решением. Откройте ими мир своего чаббота или голослового интерфейса, что Вы там вообще делаете. Только так, чтобы он понял это с первого рана. Я не знаю, практикуйтесь на бабушках. Я вполне серьезно, потому что это реально помогает выйти на более близких контакт и в конце концов получить какой-то фидбэк. Потому что если от клиентов нет фидбэка, Вы делаете продукт спустую. Вы не знаете, что хорошо, что плохо. И делаете так, как считаете нужным Вы, технари. Необычные люди, которым все айтишные словечки не упали. Ну, немного слов про команду, конечно. Почему Вы уверены в том, что именно Ваша команда сможет сделать это решение с точным вниманием сотен тысяч, а то и миллионов клиентов? Вот, когда Вы ответите на этот вопрос, многое встанет на свои места. У Вас, к примеру, один из инженеров написал алгоритм, который дает преимущество над всеми существующими на сегодняшний день конкурентами. Это хорошо работает как на инвесторов, так и на клиентов. Когда Вы внутри команды и внутри своего продукта найдете свою изюминку, то можно будет начать маркетинговую кампанию в протиполке на анимации УЗО. Вообще, самое главное во всем этом быть достаточно мотивированным на тастинг-девелопмент. Многие сразу головой уходят в разработку продукта и не думают о своих будущих клиентах. В чем выпускают большую ошибку? Не важно, насколько у нее или нет, в чем ваш чат идет. Важно, кто и как им пользоваться. Но, чтобы это узнать, нужно работать не три, а пять раз усердно. Еще раз повторюсь, прослушать и понимать клиента. Это просто распечатайте и повесьте перед собой на рабочем столе. Клиент – главный приоритет. Если вы с ним не говорите, если вы в живую никуда не встречались с реальностью, с потенциальным клиентом и спросили его мнение или фидбэк, о чем вы тогда вообще работаете на продуктах? Чисто по фану, поднимиться над слабыми. Как можно сказать, сейчас работа входит в более личный контакт со своими пользователями? Их нужно делать счастливыми. Я, по-моему, неделю назад читала интервью о Шараха Израила. Это генеральный режиссер в Assassin's Creed. Ну, как бы, это вообще другая индустрия геймдеп. И как можно советы от всех геймдизайнеров использовать разработки и продажных чат-ботов? Так вот, в том интервью О Шарах рассказывал, что видел, как отличные идеи отправлялись мусором на ведро только потому, что авторы не могли правильно их представить. Сами до конца не понимали, чем занимаются и вообще для кого это делают. Он говорил о том, что нужно, чтобы люди сами захотели работать над воплощением ваших идей. И вот одна из статей, она тут мне просто в духе запала, потому, что работает на любой вертикали, на любой бизнес. И вообще, что бы мы там ни делали. Будь то новый телефон, либо написано, что под Олексей. Как бы гениальной ваша идея ни была, только половина работы. Потому, что эту идею еще нужно продать. Посыл был именно в таком контексте. Если никто не знает про ваш продукт, ну, никто его никогда не купит, собственно. Вообще, я много разных бизнес-плюшек рассказываю сюда на канале. Если интересно, вот ссылка, пожалуйста. я себя чувствую каким-то YouTube-блогером, который и планирует себя, и пиарит сейчас не только на месте, но и на ум. В общем, если вы как-то интересуетесь технологиями, бизнесом, инвестициями, я не знаю, продуктивностью, в целом стартапами, я буду рад и делиться из себя. Так, ну, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, подробно задавайте, я вас огромным отвечу. Ну, отлично. Вопросы, наверное, есть у кого-нибудь? Можете задавать, как обычно. Если там издалека, то подойдите поближе к камеру. Подойдите. Не подойдите. А, во-первых, спасибо за... Еще ближе, вот так, вот камера смотришь. Ну, это будет приятнее. Привет. Спасибо за такую живую презентацию. Вопрос такой. Можно еще раз тезисно, буквально в трех словах, как все-таки продавать эпоху хайпа? Не будьте теми, кто хайпует на продуктах. Потому что сейчас пошла мода среди стартаперов. О, мы делаем чат-бота, значит, мы его продаем как чат-бот. Я упоминала, что мы пичились несколько раз инвестора. И почему мы пришли к выводу, собственно, вот, да, кстати. Мой косяк. Я не договорила. Мы поняли, что инвесторы устали от чат-ботов. Они устали от хайповых продуктов. Сейчас хайп куда пошел? VR, AR, что там еще делают? Сейчас все варится там. И хайп от чат-ботов, он немного отходит. И инвесторы, они уже устают от этого. А клиенту продавать чат-ботов вообще бесполезно. Ну, если вы, конечно, не делаете чат-ботов там для юной аудитории, которая как-то знакома с этим словом. Вот, к примеру, я была пару недель назад в Польше на вольф-сайте. И я там случайно встретила потенциальную клиентку, вот живую. У нее был магазин текстиля. Она мне показала свой сайт и сказала, вот мне надо, чтобы продавалось хорошо. Ну, как бы инструмент делает хорошо. Я ей 15 минут втирала о том, какой у нас охеренный искусственный интеллект в коде. И вообще, как оно реально так работает, увеличивает и все, что надо на сайте. Но, по итогу, она посмотрела на меня такими странными глазами. С учетом того, ей было около лет, наверное, 45. То есть, понимаете, возраст человека. У нее просто есть сайт, она хочет, чтобы там что-то продавалось. И когда я ей привела пример, допустим, сравнивая с большими брендами, вот вам тоже расскажу. Майка сделала такую штуку, называется что-то там он-деманд. В общем, они сделали ватсапе себе чат-бота и пытались тем самым выйти на кактемер и гейнжмент со своими пользователями. В чем это заключалось? Они через чат-бота делали персональные консультации для своих клиентов. То есть, им там отвечали и спортсмены, и тренера, и какие-то знаменитости, которые связаны с найком. И у них были просто огромные цифры. То есть, они достучались чуть ли не до 6 миллионов людей именно через ватсап, просто потому что писали им какие-то советы. И когда я начала объяснять, что эта модель в принципе работает точно так же у нас, что вы можете удерживать своих клиентов путем вот технологий, которая позволяет это делать, она начала немного вникать. Она начала задавать наводящие вопросы, типа, о, мне надо будет нанимать ассистентов? Я говорю, нет, ассистент это будет наш чат-бот, он может делать это за вас. Вам не нужно никого нанимать. Когда вот людям объясняешь нормальными словами, вот не упоминаешь, что это там какой-то чат-бот, это какой-то там компьютер разговаривающий с кем-то, тогда оно работает. Потому что сейчас продать чат-ботов, особенно на зарубежном рынке, очень тяжело. В Европе, ну еще так, туда еще только хайп доходит голосовых интерфейсов. В Штатах уже все устали от Алекса, от Google по поводу, все сейчас делают эти скилы, они делают кучу, 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 кучу. А толку? Кто-то это продается, вы спросите у людей, где клиенты, чем они занимаются. Вот мой предыдущий спикер, ну вот дело сделали, они тут хорошо. Кто их клиенты? Ну вот я не знаю. Как они это будут продавать, я тоже не знаю. У нас тоже тяжело, потому что вот я, например, до американцев не могу достучаться. Потому что это такой урок, который надо продавать лично. То есть ты пришел, показал, рассказал и доказал, что это будет работать. Вот, наверное, поэтому мы вот в ближайшем месяце мы уедем в Америку, чтобы там найти новых клиентов. В Европе клиенты есть. Ну как бы они удаленно, и я их не пишу вживую. Только если там по скайпу созвониться, обсудить, поговорить. Но хорошие продажи идут только, когда я вот имею какой-то зрительный контакт с человеком, либо я звоню. Потому что писать письма там, я не знаю, делать маркетинг это круто, да. Там скайповать продукты тоже хорошо. Там писать кучу статей, блог или вот этот вот стендапельский контент-маркетинг, который уже, наверное, все в месяц. Это все гуляет там по социальным сетям. Все типа читают, все типа знают, ну окей, хорошо. А на самом деле вам только показывают красивые графики, а за душой не имеют ничего. Поэтому, скажем так, эпоха харба заключается в том, чтобы не быть как все вокруг, а выделяться. И вот если вы найдете какую-то такую вот реальную инзюминку, которую будут вас выделять на фоне остальных конкурентов, и подавать вас не как, допустим, что вот или вот, мы делаем тут голосовой интерфейс, как мы написали, прилазу, а кому продавать? Не знаю. Наших клиентов не знаем. Вообще мы ничего о них не знаем, но мы делали такую штуку. Давайте хоть как-нибудь это продадим. Это не работает. Вам нужно нанимать СЭЛЗО. Маркетологи подожду. Наймите людей, которые могут это продать. Но желательно, вот мой совет, берите людей, у которых есть какой-то технический бэкграмм. Если вы уже собрались там продавать читбопов или голосовые интерфейсы те же. Потому что, ну, мне ладно. Я понимаю, как это работает. И я могу это продать и подать. Для любого. Для техноря, либо для отчетушки в 45 лет. А если придет человек, который до этого продавал, я не знаю. Он говорит, битубитпродукты вообще не связаны с искусственным интеллектом. Ну, простите, ваш продажник ничего не сделает. Он это никак не продаст. Поэтому выбирайте правильных людей, не будьте как все, и ищите какие-то, скажем так, отличия от ваших конкурентов. Потому что, если у вас много конкурентов, и вы от них ничего не отличаетесь, то настраивайтесь на то, что ваши конкуренты всегда смогут продать себя лучше, чем вы. Поэтому, я уже не знаю, я говорю, но мне кажется, я уже ответила на вопрос давно. Спасибо. Нет, ну, еще вопросы? Ну, кому он нравится? Пока я здесь. Пользуйтесь моментом. Давайте. Подойдите поближе, чтобы слышно было. Тихо. Пожалуйста. Привет. Ирма, вы много говорили про бизнес, про продажи, про общение с клиентом. И очень классно, когда у вас есть клиент, который приходит, говорит, я хочу вот это, и вы можете ему это сделать, и он за это заплатит вам. Все классно. Но если мы делаем продукты, этого клиента его нет. Вам нужно его найти, как-то ему описать продукт, продать. Классно, что у вас что-то есть, что вы можете ему продать. А если у вас нет этого, как вот анализировать, что реально нужно делать, на что нужно деньги тратить, выливать в бизнес, в его развитие. А как определить то, что вот клиент хочет, но это не нужно именно продукту, бизнесу. Как анализировать, какие фичи нужны, какие нет. Кого будут в дальнейшем полезны другим клиентам. А в принципе даже этому. Вот сейчас клиент, он говорит, я хочу вот эту штуку, сделай, я заплачу, мы делаем. Он говорит, ребят, все, через месяц мне уже не надо. Я передумал. Я подумал, вышел за дверь, подумал, все, мне уже тогда не надо было. Как быть? У меня есть короткое ответное вопрос. Клиенты. Ну вот они такие. Как типичные заказчики. Но чтобы уточнить свой вопрос, я так понимаю, есть какой-то продукт, и вот ты хочешь его просто продавать, но при этом не знаешь, кто тебе клиент. Нет, у меня есть продукт, я его продаю, я хочу его развивать. Как у вас анализ построен, в какую сторону нужно развивать, что делать, что нет. Скажем, мы поняли, какие вертикали двигаться и вообще с какими рынками вот именно в онлайн магазинах работать только за счет нескольких, я не знаю, сотен итераций. То есть у меня была проделана огромная работа, я связывалась с людьми, допустим, которые занимались производством оборудования для машин. У них, оказывается, была группа около 20 тысяч подписчиков в Facebook, нормальная аудитория, наш идеальный клиент. Но мы им предложили поставить чат-коды, как расширение, как онлайн-магазин. И что из этого вышло? А ничего из этого не вышло, просто никто этим не портился. Никто не заходит в мессенджер, чтобы себе оттуда через OneTap купить, я не знаю, двигатель. И вот так вот начали отсеиваться очень многие клиенты. То есть да, они подключились, подключились, есть, заплатили. Некоторые даже платили годовую лицензию, чтобы потестить этот продукт. Ну хорошо, они его потестили, но мы так потеряли около 10 клиентов, потому что никто не пользовался чат-ботом. И если вот за этими следить, если это потом куда-то не выписывать и не делать какую-то вот, сужать картину, где-то продукты на земле, ну тогда это как-то бесполезно. По поводу фич, у нас как бы, мы делаем разные фичи, скажем так, есть какой-то определенный набор фич, что мы можем. Но если клиент что-то хочет дополнительно, это значит время наших разработчиков, они выделят какой-то определенный день и делают. То есть это может быть день, неделя, это месяц. Но клиент получает то, что он хочет. Потому что лучше давать им то, что они хотят. Продукт оставляет в какой-то стандартной упаковке. То есть есть там, допустим, вот у нас 10 фич, они такие классные, и вот наши конкуренты, они просто вот курят в сторонке. Но если ваш клиент хочет еще какую-то фичу, и она как бы остальным для этого не нужна, сделайте эту фичу ему. Потратьте время, я не знаю, деньги, заплатите больше разработчику и не сделайте ее. Потому что потом этот клиент напишет о вас хороший орган. Он вас будет советовать тем людям, у которых уже есть, допустим, тот же магазин, или ему уже похожие решения. Он будет рассказать положительные, скажет, опа, но для вас сделают еще что-то. Поэтому, скажем так, разрабатывать хорошо, делать крутые продукты тоже классные, но и продавайте тоже надо умные. Или умные. Не знаю, как у вас. У нас не правильно. В общем, мне кажется, передние годы. Окей. Спасибо. Нет. До следующего. У меня есть вопрос в продолжении вот как раз этой темы. Вот вы знали тезис насчет того, что если клиент просит даже какую-то узкоспециализированную штуку для него, пожалуйста, сделайте. Это, получается, за отдельную плату. Это не идет в основной пакет. Вы создаете отдельную сущность, которую потом как-то поддерживаете. Как вы работаете с вот этой разветвленной системой, если у вас, допустим, тысяча клиентов, и каждый из них хочет по 10 уникальных вещей? Делаем это за дополнительную плату. То есть мы оговариваем цену. Для каждой страны, естественно, цена разная. У нас просто есть партнер, который уже в коммерсе около 7 лет, и они знают, в какой стране какой ценовой сегмент. И поэтому мы устанавливаем цену. Типа, хочешь эту фичу, заплатим, и ее тебе сделаем. Естественно, заплатил, человек получил. То есть, а как быстро он ее получит, как бы ну деньги получил, мы отговорили. То есть максимум будет месяц. Вот ждешь месяц. Какой-то новый релиз – получай. То есть это как бы только так. Потому что, естественно, разработчики тратить свое время не будут на это. Их нужно как-то мотивировать. Я не получил – ты написал. Все как бы. Это только так работает. Ну и вот вопрос поддержки вот этого большого монстра, который может все, и в то же время непонятно что. Ну, скажем так, это очень тяжело. У нас сейчас не так много клиентов, чтобы… Я говорила, вот вы знаете, у нас тысяча клиентов, и я тут вообще со всеми все успеваю. Мы только два месяца как начали продавать. У нас там вот сейчас около 20 подключенных магазинов. Клиентов. То есть остальные пробуют там три раза. И, ну, как бы, я обрадусь с ними общаться с 10 клиентами. Я думаю, что кого-то там что-то полетело к нему у нас. И, ну, как бы, мне много продавалось, у меня хватает встреч, звонков, а тут мне пишут в санглез. И как бы, и все. И я должна просто потратить свое время на то, чтобы решить проблему человека. И, ну, как бы, если бы существовал какой-то чат-бот, который бы делает это за меня, было бы круто, конечно. Но мы не делаем никакого решения. Поэтому… Ну, как-то так. Это тяжело. Я как понимаю, должна быть хорошая группа поддержки. Те люди, которые общаются с клиентами напрямую. Потому что вот буквально вчера я читала какой-то кейс в интеркоме. Очень многие люди, которые сидели в техподдержке, ушли потом в дизайнера, потому что они начали понимать, что хотят клиенты, какие у них проблемы возникают. И вот складывался такой портрет идеального клиента, портрет от макета, что он хочет, и люди просто уходили в дизайн. И у меня таких примеров много. Вот несколько людей у меня знакомых есть, рассказывают мне кейсы и, как бы, информация подтверждается. Поэтому очень хорошо иметь пилу техподдержки. У нас в команде техподдержка пока только я. И то за счет разработчиков, которым я кидала, вот ты это сделай, а ты это и поправь. То есть вот так вот мы в техподдержке работаем. А так, когда вот тысячи клиентов, ну, может быть, я не знаю, через год я еще раз у вас выступлю, и я поделюсь тем, как оно работает. Пока вот, к сожалению, я не могу ничего сказать. Спасибо большое за ответ. Еще коротенький вопрос. Какая у вас команда? Ну, вообще, в целом? Пять человек у нас. Два бизнеса. То есть один профессиональный директор. Все у сети, которые, в основном, занимаются девелопментом. Один из них – Machine Learning. Второй – наполовину Machine Learning. И около двух лет. Четыре тысячи. И еще один специалист, он у нас – Magento. Чистый разработчик. Так как сейчас мы пока не в процессе Magento делаем, он у нас сертифицированный, он в большинство входа делает именно в магазинах. И сейчас мы еще набираем людей из Shopify, тоже специалистов сертифицированных, чтобы они тоже работали, как-то помогли нам быстро с интеграцией на эту сторону. Все, все, пока у нас пять человек. Это все, спасибо за доклад. Спасибо.